Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий, и вместе с вами я хотел бы коротко порассуждать на тему, которая называется несогласие. В течение жизни каждого человека встречаются такие темы, обстоятельства, при которых человек не согласен с другими людьми. Иногда человек не бывает согласен с самим собой, и обстоятельства, которые бывают в жизни каждого человека, независимо от того, богат ли он или беден он, черный ли он или белый он, они заставляют человека рассуждать, и не всегда человек приходит к согласию. И несогласие это значит отсутствие единой, единого взгляда, мнения, это раздор, ссоры, это отказ, отсутствие согласия, и поэтому несогласие это, конечно же, негативная составляющая нашей жизни. Со многими вещами человеку трудно согласиться. Очень много людей, рассуждая на тему, почему они родились то ли мальчиком, то ли девочкой, приходят в несогласие с этим обстоятельством. И мы слышим о том, что кто-то делает операции по смене полов, кто-то совершает суицид, уходит из жизни. Люди не согласны с тем, кем и где они родились. Есть очень много людей, которые хотели бы быть белыми, родиться в богатой стране, родиться в полной семье, родиться мальчиком или девочкой, но, к сожалению, за них был сделан выбор. И в этом выборе не участвовали даже их родители. Многие родители хотели мальчика, рождается девочка. Многие родители, может быть, даже не хотели детей, а кто-то появился на свет. И поэтому несогласие – это такое состояние, которое угнетает человека. И иногда это угнетение происходит всю его жизнь. И поэтому несогласие – это разрушающее действие. И на человеческом уровне, на теистическом уровне, очень многие вопросы трудно решаемы. Почему два человека работают в одном и том же месте? У одного человека идет благословение материального, материальное, а у другого это не происходит. Почему два человека учились в одном классе, один стал богатым, обеспеченным материально, а другой остался бедным? Почему двое людей женятся или выходят замуж, и у одних рождаются дети, у других детей нет? Или рождаются такие дети, которые приносят разочарование, ссоры, и со многими вещами человеку очень трудно согласиться. И если смотреть на человеческом уровне, то много и много необъяснимых совершенно явлений, которые происходят в жизни. И только в духовном мире, если человек начинает смиряться с теми обстоятельствами, которые не зависят от него, я повторю еще раз, смиряется с обстоятельствами, которые не зависят от человека, и даже от его близких, и даже от большого-большого количества людей, не зависит это все, происходит смирение. И тогда человек начинает понимать, что есть невидимый духовный мир, в котором происходят определенные действия, помимо воли человека. И если человек это начинает понимать, осознавать, то тогда может прийти и согласие в его жизнь. А вместе с согласием придет и мир. Всем нам нужен мир, для того, чтобы мы продолжали жить. Нам многое, что нужно в этой жизни. И согласие – это то, что нам нужно, а не согласие. Это то, что приводит нас в разочарование, в угнетение. И рассуждая на эту тему, я хотел бы привести только один из примеров. Что многие люди, они ищут в пище определенное приближение к Богу. Но апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам, в 8 главе, 8 стихом, пишет о том, что пища не приближает нас к Богу. И здесь имеется в виду физическая пища. И поэтому физически приблизиться к Богу очень трудно. А вот духовно – это уже возможно. Поэтому наше несогласие со многими обстоятельствами в жизни – оно естественно. И главное, чтобы мы были согласны с Богом. Просуждайте на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.